приятного времени препровождения с вами как всегда козел альпийский и сегодня дошла очередь у меня до русичей которых я лью скажем так для себя я уже каким каком-то ролике говорил что я буду лить том числе армию русичей и в этом видео мы с вами польем одного русича и рассмотрим типы русичей викингов всяких фантазийных бородатых чуваков мужиков которые у меня в армии будут присутствовать начнем мы с вот такого вот бородача с топором это полностью самолепные у меня ведь он еще не пролит просто покрашен здесь из неоригинального только плащ и щит то есть вот даже вот эта рука с топором у меня лип слеплена голова слеплена вместе с туловищем такая длинная кольчуга я называю такого воина конунг канунг по всякому можно называть это скажем так я ориентировался когда лепил на миниатюру фирме звезда он там тоже называется канунг такой же точно воин только у него еще маска вот этого гиги как он ер ермунд бе ермунд бе вот этот шлем викингский я пока занимался этими русичами такую прорву роликов пересмотрел что сам уже стал русичем теперь следующий у нас вот такой вот я называю богатырь тоже с топором с кинжалом и со славянским щитом вот у меня основа всех всех русичей это такой славянский щит слезовидный глазовидный не знаю как его называть вот такой щит славян у меня в голове именно ассоциируется с русичами со славянами такой бородатый нос картошкой на голове такой шишак и с топором которым можно и дрова рубить и двери убивать в синих штанах такой-то богатырь чем-то правда богатыря из мультиков напоминает такой это тоже полностью самолепная фигурка здесь все кроме щитапом я вот не помню это рука с ножом она я ее лепил или скопировал но не суть и третий вот этот конечно богатырь но вообще вот такие воины у меня называются в отряде ушкуйники потому что ушкуйка это корабль то есть вот викинги это скандинавы а славяне были ушкуйники потому что ушкуйка корабль такой типа лодка корабль и вот третий у нас это дружинник это такой полностью в кольчуге с большим мечом в кольчужными нарукавниками в кольчужными перчатками у него смотрите кожаные сапоги высокие шлем такой полностью он не пролит у него лицо нормально просто так закрашен и краска поскольку очень матовая не видно черт лица но это черты лица у него есть такая вот кольчуга то есть очень тяжело вооруженный воин весь в доспехах ну на то он и дружинник собственно в моей армии дружинники это тот как у крестоносцев рыцари братья то вот такой собственно еще мы будем лить вот такая вот форма тушка это торс задницы две ноги такой вот блин это мечи сейчас мы с вами начнем лить с меча потому что меч достаточно сложно отлить без косяков с первого раза я вот советовал некоторым людям отлить 100 мечей и сам даже свое время лил 100 мечей но вот это эту форму я еще так и не это самое не испытывал не отливал 100 мечей как-нибудь надо будет заняться этим теперь вторая рука ведь у меня из левых рук такая прям вот как голова стеки по в луже видите это все левые руки нам понадобится к счастью только одна я в который раз уже скажу я вообще когда лью для себя они на камеру я лью сразу по 10 а то бывает и по 15 солдатиков лью за один раз просто чтобы видео не затягивать они у меня и так по 10-15-20 минут смысла не вижу затягивать так вот у нас туловище туловище мы льем так же как в прошлом ролике вообще все миниатюры которые вы льете начинайте лиц носков ног носков ног потом саму саму ногу бедро голени если есть до тазовой кости до таза ну таза задница кто бы забыла затем уже и торс так это выливаем и обязательно надо прихлопать потрогать то есть у хоть у нас и чулочная форма они пресс форма все равно стоит как бы форму по прижимать форму стоит по прижимать так в руках подержать параллельно с этим облой убирать первое время конечно клей будет жечь немножечко может казаться горячо но потом все это пройдет теперь вот у меня такая черчхела с головами здесь много голов всяких разных шлем и рыцарей шлемы русичей русичей вот здесь такие шишаки нормандские шлемы как я уже говорил я столько роликов посмотрел чуть с ума не сошел уже сам по-славянски стал говорить по-древнее или по-скандинавски но вот все названия шлемов я даже если захотел бы не запомнил вроде как все то есть видите всего 4 у нас формы для создания вот такого дружинника начнем из дружинника он самый простой не будем мы лить щит сегодня ну там даже нечего ли щит я сто раз лил а вот дружинника еще русича не лил так теперь что у нас мечом смотрим пролился ли меч да видите меч пролился давайте рассмотрим детализацию рукоятка яблоко с обратной стороны тоже сейчас берем острый ножичек и удаляем и плови который расскажу что самым лучшим подспорьем удаление плови у вас будет зрение они какие-то там сильные пальцы или еще что-то там самое важное это зрение вот у меня например зрение очень плохое поэтому я уже забиваю у меня на фигурках даже когда я крашу вот здесь это плой сейчас я покажу видите вот он все оно есть все но ведь его тепло есть здесь здесь я на это забиваем то что я просто не могу с физически с этим бороться но я иногда сейчас кстати достаточно часто уже лью бывает для других людей и я им не крашу когда они совершенно спокойно обрабатывают все так что а плое нет то есть его практически так шлем у нас не пролился вот о чем говорил но ничего второй раз канунка стоять канунка или перебрал видать так все помяли немножко что у нас с рукой из на горе подзаба вот все нет не подзабыл у нас старая рука такая кольчужная эти в кольчужные одежки можно без ножа удалить так вот она здесь руки подставка для дружинника нашего сейчас мы с вами обработаем тут обрабатывать не так много как в том ролике с лучником там я долго подставку обрезал здесь гораздо быстрее так тело уже застыло проверяем кольчуга еще не не позастывала но пофиг вынимаем видите да у него вместо головы такой штырь это зубочистка на которой миниатюра сидела сейчас мы немножечко оставляем видите она еще такая блестящая мокрая это значит что клей еще не дать не застыл поэтому вынимаем на воздухе быстрее застынет чем внутри формы пока что у нас там с головой не у нас а у смотрите-ка опять не хочешь лим проливаться да что ты будешь делать давайте-ка я не на камеру как я уже говорил мне зрение мешает здорово так вот оставим бывает и такое собственно за этим я и снимаю то есть не все отливается с первого видите даже со второго раза бывает так что голова не проливается и не только голова бывает что нога например не проливается миниатюра и его так вот раз отрезаешь и заново отливаешь ногу а следующее бывает миниатюра в этой же форме безукоризненно проливается по всякому бывает приклеиваем формируем кольчужины эти самые кольца тыкаем так наверно паруси чем будет несколько видео так же как и по крестоносствам не хочет приклеиваться мало сегодня клея капнул я не буду сейчас пистолет совать на камеру это видео затянется так уже 12 минут снимаю так так смотрим что уж на третий раз то с головой славянскую прекрасно видите вот она видите наносник кольчужный капюшон ребра жесткости шлема вот она голова вот бывает так что она бывает и на третий раз не отливается голова и приходится или стержень менять то есть у меня сейчас стоит такой достаточно дорогой стержень но рассчитанный на заливку много-много фигурок когда приходится заливать брать стержень которая рассчитывается на тонкую детализацию который медленно льется и лить головы из него всякому бывает никогда не угадаешь так из термо клеем и формируем воротник из железных колец вот так вот такой дружинник у нас как будто он болото так идет поэтому руки вверх поднял по болоту и теперь на подставку вот такой дружинник сравниваем с да боже мой сравниваем с оригинальным вот он такой вот дядька на этом сегодня все с вами был козел альпийский пока